Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня мы продолжаем наше путешествие по рокерским славным местам города Москвы. И начинаем с Тверского бульвара. С самого начала его, от Пушкинской площади. А вы спросите, а при чем Тверской бульвар и рокерские места? Я вам объясню. В Москве практически все связано с рокерскими местами. Потому что это родина нашего русского рока. Как бы ни гоношились и пыжились ленинградцы, питерцы, но все-таки родина русского рока это Москва. Это группа Сокол, 65-й год. Потом Машина времени, группа Стаса Намина, скоморохи Градского. Это все зародилось здесь. Потом уже появился аквариум в Ленинграде и так далее. А почему Тверской бульвар? Причем тут рок? Ну, во-первых, Александр Сергеевич это наш, наше все. Поэтому он имеет отношение к музыке, так как он прародитель нашего современного русского языка, на котором поют рокеры. Поэтому это уже первое отношение к року Тверского бульвара. Второе. Сзади известия холл, где проходят концерты самых известных рок-групп. Что западных, что наших, русских. Третье. Позади меня бывший кинотеатр Пушкинский, а теперь Пушкинский концертный зал. Его сейчас называют мюзик-холлом, залом. Там мюзиклы проходят. Ну и, конечно, Красная Дорожка, фестиваль всякий. Почему еще рокерское место Тверской бульвар? А потому что вот там находится первый в России Макдональдс, который нагло отнял место у кафе Лира, про которую машина времени спела прекрасную песню. Вот поэтому. И сейчас мы пойдем вниз по Тверскому бульвару к памятнику профессору Тимирязеву. И про него я вам тоже расскажу, почему он имеет отношение к року. Пойдемте. Смотрите, как прекрасно сделали Москву. Освещение великолепное. Старинные такие фонари. Напоминают газовые фонари 19 века. Великолепная фотогалерея. Все зимнее. Видите, олени в пургу бегут. Морские львы. Плотной гурьбой лежат. Лисица. Красота. Да, и как вот здесь все посвящено зимней тематике. Прекрасно. То есть по Москве погулять сейчас просто по центру великолепно. И интересно, и чисто, и красиво, и безопасно. Поэтому приглашаю всех в Москву. А мы будем рассказывать потихоньку. Прекрасное фото на уровне искусства. О, видите. Какие красавчики. Медведи наши русские. Не зря Россия ассоциируется с медведем. Потому что у нас и бурые прекрасные, и белые великолепные. Но опасность сейчас подстерегает белых медведей. Потому что в Арктике начала подниматься температура. Это, кажется, мелочи. На полградуса на градус. Но она поднимается. А это тают льды. И традиционная кормовая база белых медведей стала от них удаляться. Им стало труднее добывать пищу. Это очень опасная вещь. Но надо как-то думать, как сохранять популяцию белых медведей. Потому что Владимир Владимирович предпринял усилия по сохранению уссурийских тигров. И они начали там размножаться. К ним начали относиться по-человечески. Вот так. И здесь надо это сделать. Пойдемте дальше. И не холодно ему, а? Плавает. К северному. Помните? На южном побережье Моря Лаптевых. Плавает. Вот ему жарко. Видите, он вспотел. Ему жарко. Идет бедняга. Кривился. Жарко ему. То же самое. На горы приходится. Вылазить, чтобы поесть найти себе. Смотрите, если будет кусать, предупредите. Давай, фотографируй. А сзади меня. Знаменитая кафе Пушкин. Которая тоже находится на Тверском бульваре. Скажите, а при чем тут рок? А я вам скажу. Там встречался Борис Ельцин, наш первый президент, с Биллом Клинтоном. А это прям рок-толкновение двух цивилизаций. Вот поэтому это кафе тоже имеет отношение к рок-музыке. А там прекрасная еда. Русская. Чисто русская. Вот именно поэтому Ельцин пригласил туда Билла Клинтона. Чтобы показать, что мы умеем вкусно готовить. Там реально вкусно готовят. Когда-нибудь я сделаю оттуда репортаж. Ну и самое главное. Почему Тверской бульвар это самое настоящее рокерское место, которое должна знать вся страна. А потому что группа Браво Московская спела песню про Васю. Спросите у любого на Тверском бульваре, Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, Кто лучше всех играет прослин на гитаре. На это каждый ответит, каждый ответит, Конечно, Вася. Ну кто его не знает. Вася, стиляга из Москвы. Вот поэтому это самое главное рокерское место. Одно из самых главных рокерских мест в Москве. Но почему еще рок-место Тверской бульвар? А потому что тут все поют, не только про Васю. Гляньте, Лемминг арктический топ по-рокерски поет здесь. Нам всем, всем экскурсиям. Тверской бульвар другим своим концом упирается в площадь Никитские ворота, На которой стоит знаменитый фонтан Натали и Александр. Находимся на знаменитых Никитских воротах. А сзади тоже знаменитый фонтан под названием Натали и Александр. Поставленный недавно совсем, 20 лет назад, В честь венчания Натальи Гончаровой и Александра Пушкина В храме, который находится сзади. Но, либо у них денег не хватило, либо позлобились капиталисты. Взяли, сделали их высотой метр сорок. И поэтому, когда фонтан тут летом работает, То кажется, что дети в фонтане окупаются. Потому что любой скульптор знает, Что для того, чтобы памятник воспринимался людьми естественно, В натуральную величину, Его надо делать выше раза в полтора. Не меньше, чем в полтора. Тогда он воспринимается, как живой человек, естественно, натуральный. Мы заканчиваем наш урок прогулку по Тверскому бульвару. Здесь, внизу, в самом конце бульвара, у площади Никитских ворот. У памятника Клименту Аркадьевичу Тимирязеву. Это наш русский великий естествоиспытатель, растениевод. В честь которого названа наша Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Вы спросите меня, а при чем тут Тимирязев и рок-музыка? А я вам отвечу. В Тимирязевской академии Один наш известнейший рокер по фамилии Волощук СД Изучал философию, учащийся в аспирантуре, И английский язык. Вот поэтому Климент Аркадьевич самый непосредственный участник рок-движения нашего. Субтитры создавал DimaTorzok